Окупационные власти Крыма хотят признать Меджлис экстремистской организацией и пытаются использовать для этого дела 26 февраля и 3 мая и новые преследования крымско-татарских активистов. Так считает член Меджлиса Эскендер Бариев. Все эти дела направлены на то, чтобы собрать некую обвинительную базу на представительный орган крымских татар, полагает он. Например, Алия Санова и Мустафу Дегерменджи, которых содержат в СИЗО по отделу 26 февраля, пытались заставить дать показания против замглавы Меджлиса Ахтема Чайгоза. Напомним, об этом недавно заявлял и отец Дегерменджи. Открытым текстом следователь предлагал дать показания против Чайгоза и ты будешь на свободе. И он отказался дать показания, во-первых, от того, что он его не знает. Он узнал. Так-то сказать, что совсем не знает, нет. Может, он его и видел по телевизору или еще где-нибудь, но сказать, что общаться он с ним не общался, ничего. Они находятся под стражей только потому, что они не признали вину и не дают те показания, которые от них требует ФСБ и, соответственно, Следственный комитет. 19 ноября планируется, что будет несколько судов. И как раз-таки 19 ноября прояснит вот всю ситуацию вокруг этого. Но я скажу одно, что, на мой взгляд, и оно как раз все больше, ну, как говорят, пазл начинает сходиться, что 26 февраля, дело 26 февраля направлено на то, чтобы собрать максимум материала против высшего представительного органа крымско-катарского народа Меджлис. Для того, чтобы его запретить... Борейф утверждает также, что оккупанты используют всевозможные методы для того, чтобы создать видимость, будто крымские татары не поддерживают Меджлис. Обманным путем собирают крымских татар под видом того, что будут разрешать земельные проблемы. На самом деле поднимают проблему, что якобы народ не поддерживает Меджлис крымско-катарского народа, тем самым пытаясь зафиксировать это некой резолюцией. И есть несколько случаев, когда люди просто вставали и уходили с залозаседания. Это было в Бахчисарайском районе, это было в других районах. Запретить Меджлис – это все равно, что запретить вообще крымско-катарский народ, считает Борейф. Он напоминает, что в советский период Крымлы уже пришлось это пережить, когда крымских татар вообще вычеркнули из перечня народов СССР. Напомним, что Меджлис – это исполнительный орган национального съезда народа Курултая, делегаты которого избираются всем народом на всеобщих выборах. Спасибо.